ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Качеством коммунальных услуг жители недовольны. В эфире дежурные по городу. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица Советской Армии, 223А, колодец за домом около полугода, находится в аварийном состоянии. Вот эта дырка, которая здесь образовалась уже с полгода, существует. Мы ее кое-как закладываем сами, чтобы не провалились люди. Вот недавно здесь прорывал у нас водоканал. Приезжал вот эти вот коллекторы, они были заполнены водой. И эта дырка заполнена была водой под завязку. Вот, откачали воду. Мы говорим, ну так сделайте тут что-то, сделайте так же. Они говорят, это не наше дело. Это тепловые магистральные сети. Вот, звонили им, обращались. Все время жил универсал наш. Они звонили им. Писали письма? Да, писали письма. Ну, в общем, вот по-прежнему это существует. Заваливаем как можем. Но здесь вот стройка, поэтому большегрузный транспорт здесь ездит. Вот второй коллектор лопнул. Наверное, у него та же судьба будет. Народ ходит, дети ходят. Ну, можно же провалиться. И причем он был заполнен водой. И там упадет кто-нибудь и захлебнет тут же. Хоть животные, хоть дети, хоть старики, хоть кто угодно. Ну, вот пока ничего. Вот по-прежнему продолжаем заваливать эту яму как можем. Улица Николая Панова, 44, а второй подъезд. Жильцы трехкомнатных квартир получают отопление не в полном объеме. Отопление есть в третьей комнате на кухне. А в спальне и в зале отопления нет. До пятого этажа. Это проблема. Весь стояк у нас без тепла. Это уже второй год у нас делается. Прошлый год такая же история была. Но нам прошлый год быстро включили. А в этом году вот уже вторая неделя и нету тепла. И никак не можем нигде пробиться, ничего добиться. В газете объявления. Нет телефоны. Звоните, мол, если нет тепла. И туда звонили. И слесарям звонили. Сказали, придем, включим. Так и не идут никто. Придется платить полностью за квартиру. За отопление. Поэтому 50 процентов должна платить. Только в нашем подъезде это случается. А что такое, не знаю. Вначале дали. Дали 9 октября. Дали. Было жарко даже. Ну. И отключили. Отключили вот на той неделе в понедельник. Это уже вторая неделя. Улица аэродромная, 126. Лифт в третьем подъезде не работает на протяжении нескольких недель. У нас лифт отключен с 3 октября. И до сих пор никаких сдвигов нет. Нам сказали, что сгорел двигатель. Звонили в лифт-ремонт. Нам по первоначалу сказали, делайте сами. Вроде бы все, нет у них денег. Уже уходили. Никаких результатов. Ни за хлебом не сходить, ничего. Задыхаемся. Как можно? Месяц уже. С ума можно сойти. И никаких зим. Вчера звонили. Даже вы надоели нам уже. Главное. Я говорю, вы делайте. Мы не будем вам нагьедать. Вот я разговаривал вчера по телефону со старшим мастером организации лифт-ремонта. Которая непосредственно курирует наши дома. Занимается. Я его давно знаю. Он мне сказал. Говорит. Нету. Не подписывают чиновники Самары лифт и нашего ПТС. Договор на выполнение работ. То есть, чтобы деньги. И это, как говорят, творится, не знаю сколько. А без этого, говорят, мы не имеем права просто выполнять работу. Потому что работу выполняется. Надо платить людям деньги. На девятом этаже женщина больная, Зинаина Андреевна, болеет. В больнице лежит. Как вот ее теперь из больницы доставлять домой? Ее на днях должны выписать. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.